Александр читал, открывал место из притчи, третья глава. Брат Александр не утваря место притчи, третья глава. Да, и он читал немножко выше. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. А чуть-чуть ниже, с девятого стиха. Третья глава книга притч. С девятого стиха. И пмауку по надолу девяти стих. Я прочитал. Чти, Господи, от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. Почитай, Господа, от имота си и от парваците на всичкия доход. И напомни с житниците твои до избытка, и точила твои будут приливаться новым вином. Така ще се изпълнят с житниците ти из убилие, и линовите ти ще се приливат с новым вином. И я вспомнил, как мы ездили на общение с пастерами. И я вспомнил, как отидохме за общение с пастерами. В Новозагора. В Новозагора. И нам там подарили такие черенки. И там не подариха... Черенки от винограда, лоза. Рассада от лоза. И сказали, вы будете сажать у себя на земле виноград? И искате ли да ги сложите в земята си? Я говорю, ну у нас уже есть несколько кустов, мы и эти тоже посадим. Я взял еще 4 черенка, привез их сюда. И взех 4 дрови... Засада. Засада, короче. Для засады, да. Посадил кусты. Посади ги. А еще, ну значит, 4 черенка. Сожиги там. И подумал, надо сделать такие, я видел, как... По которым лоза начинает вот так стелиться. Если помысл их донаправить, такая арка. Ну для того, чтобы они так... По какой-то туда растут. Разпространялись и уже откуда будут свисать грозди винограда. И отклеято да падат самото грозди. И там один пастор делился свежим таким откровением. Единия пастор там споделяше едно свеже откровение. Он говорил, что десятина для меня... Той казваше, че десятината за мен... Это как определен корень, корневище. То есть, надо Богу позволить. То есть, нужно посадить корень своего дерева в небеса. То есть, трябва да посадиш корена на своето дрово в небесата. Чтобы оно питалось от Господа. За да може да се храни от Господа. Чтобы Бог его питал. Господ да го подхранва. Тогда у тебя будет все хорошо. И тогава при тебе всичко ще е наред. И это десятина. И това е десятината. И я так увидел буквально о том, что мы как бы отдаем корень нашего дерева. И аз видях, че ние давам и това кореньче на нашето дрово. Дерево наше жизни. Дровото на наше живот. Доверяем его буквально Богу. И го доверяем и на Господ. И все остальное Бог начинает насыщать. И всичко останало Господ започва да го насища. То есть, дерево питается через корень. То есть, дровото се подхранва через корень. Если мы корень посадили в добрую почву. И ако засадим корена в добра пръст. Хорошо удобрили. И сложим тор. И регулярно поливаем. И регулярно го поливаем. То дерево по-любому принесет плод. И сегодня у меня просто такое, знаете, может быть короткое слово к тому, что... И днеш имаме одно кратко слово за това, че... И я перед отъездом в Турция, я делился этим откровением. За Турция аз ви споделих едно откровение. О том, что Бог на самом деле хочет быть всегда в нашей радости. За това, че Господ всъщност иска винаги да се намира в нашата радост. Бог очень хочет, чтобы мы были перед Ним максимально открыты. Господ много иска пред Него да сме отворени. И это написано в послание к Вилиписам. И это написано в послание к Филипиани. Где написано, открывайте свои желания пред Богом. Креди пишут, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превышен в всякого ума. И Божий мир, который превышен в всякий ум. Он устроит помышление в вашего Христе Иисусе. Богу бы хотелось через Иисус Христа делить с нами радость. Господь бы искал через Иисус Христа да споделят нашу радость. Да быть с нами и в горести, и в радости. И поэтому, поначалу я помню, что я открывал Богу только свои какие-то проблемы. Каялся, исповедался, опять каялся. Но потом я заметил, с годами, я заметил, что началась такая хорошая прогрессия. Я начал с Богом делиться не только своими проблемами, но и чем-то радостным. Своими успехами, достижениями. Своим счастьем. И в крайна сметка разбрах, что Бог хочет наслаждаться вместе со мной. Бог не хочет, чтобы я наслаждался без Него. Уловите эту важную мысль. Смотрите, что происходит с обычным человеком, с грешником. Например, человек, что-то украл. Человек, что-то согрешил. И Библия даже говорит, он имеет временное греховное наслаждение. И Библията казва, что он имел временное греховное наслаждение. Он радуется. Он наслаждается. Наслаждается. Но наслаждается без Бога. Кто-то наслаждается с дьяволом. Кто-то счастлив с бесами. Кто-то наслаждается в каком-то дурном сообществе. Кто-то наслаждается сам. Някой се наслаждает сам. Обаче се наслаждает без Бога. Желание Бога наслаждает вместе с нами. Именно поэтому Он принес на землю свою радость. Вот Иисус Христос, такая личность, которая максимально открыта перед каждым из нас. Смотрите, написано в Евангелии, что Он дал нам радость. И радость я да будет совершенной. И эта радость у нас никто не отнимет. И чия е тази радость? Радость от Иисуса Христос. Она невероятно мощна. И она открыта для каждого из нас. Нам надо только ее принять. Бог подарил в Христе Иисусе нам совершенный мир. Так написано? Така пише. Иисус Христос говорит, мир вам даем. Иисус Христос не казал, да вам вам мир. Не тот мир, который этот мир может дать. Не тот мир, который святой не носит. Я даю вам свой мир. И этот мир совершенный. И тот мир совершенный. Этот мир невозможно поколебать. Тебя невозможно вывести из покоя. Не может, если ты открыт для Иисуса Христа. Смотрите. Иисус Христос открыт для тебя. И Он хочет, чтобы ты был открыт для Него. И Той иска, ты, да си отворен за Него. Но лучший вариант, конечно, это когда на самом высшем уровне. Мы вместе радуемся и вместе наслаждаемся. И так и написано. Бог дал нам все. И така пише, че Господь не дал всичку. Для жизни и для наслаждения. За живот и за наслаждение. Так написано? Така пише. Для наслаждения. За наслаждение. Бог хочет, чтобы мы наслаждались. Я хочу сказать вам этот факт. Мы всегда можем наслаждаться через Иисуса Христа. Черпать Его радость. Черпать Его мир. Брать от Его праведность. В этом принцип веры. Праведный веры жив будет. Мы берем от Него. И знаете, очень важно прилагать хоть какие-то усилия. Я знаю, что просто так это автоматически не происходит. Очень важно читать Библию. Вы знаете, это уникальная книга. Это Божие Слово. Вот если в день читать хотя бы по одной главе. Ветхий Завет, Новый Завет. Старый Завет или Новый Завет. Есть уже очень много планов для чтения Библии. Для достижения любых целей. Если просто читать по главе из Ветхого Завета. Просто читать по главе от Старого Завета. Глава из Нового Завета. Глава из Псалтира. Глава от Псалтир. Что будет происходить? Вы знаете, рано или поздно мир будет приходить автоматически. Рано или късно мирлща идва автоматично. Только после того, когда мы читаем. Само след това, като читаем. Радость приходит. Радостта идва. Оправдание приходит. Оправданието идва. Насыщение Богом. Наслаждение. Наслаждение. Вы знаете, что такое брачный пир? Знаете ли, какво е брачный пир? Иисус Христос уже принес брачный пир. Иисус Христос вече не е донесал брачный пир. По Библии, Церковь Христова названа невестой. И според Библии, Церковь Христос е названа невестой. И мы призваны войти в этот брачный пир в брачных одеждах. И не смеет призвание да влезем в този пир в брачните дрехи. То есть заключим с Богом завет. То есть да сключим завет с Бога. Мы сидим на брачном пиру. Не сидим на брачный пир. И что на брачном пир делают? И какво правим? Плачат. Дали плачат. Горюют. Дали тугуват. На брачном пире обычно радуются люди. На брачном пире обикновенно се радват хората. Наслаждават се. Мир приходит. Идва мирят. Люди радуют друг друга. Хората се радват един на друг. Люди общаются. Хората се общуват. Молитва что производят? Какво прави молитвата? Всегда, когда я захожу в тайната комната. Винаги, когда влизам в тайната стая. Всегда. Винаги. Скажи всегда. Кажете, винаги. И начинаю призывать имя Иисус Христа. И започвам да призвавам имято на Иисус Христос. И как да се молим? Молитва е очень просто. Начинай просто открывать Ему свои желания. Тайна на свое сердце. Если тебе плохо, скажи мне плохо, Иисус. Если у тебя депресия, скажи, у меня депресия, Иисус. Если у тебя какая-то зависимость, скажи, Иисус, у меня зависимость. Кажи, Господи, аз у меня зависимость. Причупваме. Я не могу сам сопротивляться. Не могу сам да се сопротивлявам. Помоги мне. Помогни ми. И вы знаете, Иисус всегда приходит. И Господь винаги идва. Вы знаете, когда мы открываем Ему свои проблемы. И когда мы утварим Своите проблемы. Он нам не открывает Своите проблемы. Той не не утваря Своите проблемы. Он открывает нам решение Своих проблем. Не утваря решението на Своите проблемы. Всегда приходят ответы. Винаги идват отговори. В моей жизни ответ приходит всегда в виде совершенного мира. И я всегда молюсь, до тех пор, пока в мое сердце не войдет полный мир и тишина. Ради Бога, остановите детей, они сейчас кого-нибудь там ударят точно, потому что там уже драка идет, ногами пиная друг друга. Господи, мы вручаем детей наших в руки Господа Иисуса, и пусть в наши сердца войдет мир. Аллилуйя. Мир – это всегда ответ от Бога. Радость – это всегда ответ от Бога. Знаете, вот ты молишься в тайной комнате, и у тебя большая проблема. У тебя там долги, например. У тебя там что-то случилось. И вот ты молишься, и пришел мир. Вот вы должны это знать. Иисус уже ответил. Иисус вече тебе отговорил. Вот в тот момент, когда мир вошел в ваше сердце, Иисус уже решает вашу проблему. Иисус вече решава вашу проблему. И чаще всего Он уже решил вашу проблему. И най-често вече решил вашу проблему. И вот сегодня брат Александр говорил про доверие. Важно научиться доверять Иисусу. Важно и да се доверяваме на Иисусу. Если в мое сердце пришел мир. Это мой опыт. Значит проблема уже решена. Господь уже взял эту проблему. Именно Он сказал, отдайте мне свои проблемы. Возложите на меня свои бремена. Придите ко мне все труждающие, все обремененные. И что я сделаю? И какво ще направи Той? Аз ще ви успокоя. И я успокоя вас. Ще ви успокоя. Это слова Иисус Христа. И дам вам мир. И ще ви дам мир. Аллилуйя. Знаете, вот я сегодня... Я принес свою десятину. Я один из пастырей, которые не берут пособие в церкви. От пастырите, които не взимат пари от церквата. Слава Богу. Я благодарю Бога за то, что я имел... Возможность сегодня... Я благодарен на Господь, что днес имам возможности... Хорошо зарабатывать. И не быть в тягость церкви. Все финансы, которые поступают в церкви... Они идут на расширение. На приобретение этого здания. И у нас хорошая цель. Мы хотим быть благословением для Болгарии. Мы хотим здесь что-то создать хорошее. Искам да создадем нечто хубаво тук. Хотим создать на третий этаж да направим център за реабилитация. Для детей с ДЦП. За деца с ДЦП. С аутизмом. Синдром от Дауна. Синдром от Дауна. И так далее и тому подобное. И така нататък. Хотим помогать. Искаме да помагаме. У нас есть специалист. Имаме специалисти. У нас есть доктора. Еще один специалист нам едет из Казахстана. И мы верим в то, что Бог уже благословил этот проект. Мы хотим здесь создавать что-то для ретритов, для служителей. Мы создаваем нечто за ретрити, за служителей. Чтобы служители здесь получали. Служители да получават. Такое восполнение. Восполнение тук. Потому что в Болгарии очень много прекрасных мест. Что-то в Болгарии има много прекрасных места. Море рядом. Море то и наблизу. Продолжение следует.